Приветствую вас, друзья. Минутка развлечения. Хочу сказать приятную новость. Во-первых, выходит скоро книга новая. Она будет называться «Новые приёмы метода ключ». И там под заголовок такой важный – «Белые стороны, чёрные дыры страха». Это как страх использовать для включения ресурсов, для включения творческих качеств, чтобы их развивать, чтобы включить творца в человеке. Но это очень важно. И там действительно новые приёмы. Я почему об этом говорю? Потому что людям нужно не только теорию смотреть, которую мы даём здесь, хочется и практики. Так вот, новая книга будет там, новые приёмы метода ключ. Это же и есть практика, но там же будет и теория. И вот я хочу сказать, что свободы на самом деле, друзья, не одна, а две. Свобода внешняя и свобода внутренняя. И человек нуждается в целостности. И всё человечество нуждается в целостности. Это, например, интернет, который интенсивно развивается. Все стремятся объединяться каким-то образом, получать информацию. Раньше для этого надо было годы потратить. А сейчас кнопку нажимаешь, и вот всё происходит. Я вам хочу сказать, что человечество, как и человек, методом тыка, проб и ошибок, тоже стремится. А к чему стремится? К сохранению разума на планете. Да-да. Человек – это хомо сапиенс, человек разумный. А у нас в школе «Человек, будучи хомо футурус», как раз мы и говорим о том, о создании науки человечности. Чтобы мы понимали, не каждый по-своему субъективно, а как бы однозначно понимали, что же есть человек. Потому что никто до конца не знает, что такое человек, но то, что надо быть человеком, понимает каждый. Вот вопрос заключается в следующем. А что же сейчас происходит на планете? Почему люди пытаются отвлечься от серьёзных размышлений, перейти на развлечения, ну, например, там, Тик-Ток, ну, например, там, ещё что-то, ну, например, мне пишут, да конкретнее говорите, что вы там воду разводите и так далее. Что же происходит на планете сегодня? Очередной виток развития. И вот глазами Вселенной, глазами Вселенной, что там на планете происходит? Как же люди сохранят разум на планете? И вот какой там ужас происходит. Точка бифуркации, точка неизвестности, точка неопределённости. И в этой точке всё зависит от каждого. Всё зависит от личности. Всё зависит от того, насколько каждый из нас проявляет сознательность. А эволюция развития человечества ведёт к тому, чтобы человек всё больше и больше открывал своё самосознание. Эволюция развития человека ведёт к тому, чтобы человек был осознанный. Что то, что он раньше делал бессознательно, теперь мог бы делать сознательно, потому что человек управляет только тем, что осознал, а всё остальное управляет им. Да, инстинкты, рефлексы, эмоции. Человек хочет остаться человеком, потому что это и правильно. Человек хочет любить, человек хочет творить, человек хочет летать, человек хочет быть творцом, человек хочет созидать. И совместное созидание – это высшее счастье. При этом, когда каждый остается самим собой, когда один не подавляет другого, когда кто-то не эксплуатирует кого-то, не использует его как раба. Ну вот вы представляете себе, какая сложная ситуация, и как же человеку сохранить себя в наших сложных условиях, еще и реализовать себя, и почему в мире образовалась такая точка неопределенности. Потому что из века в век люди стремятся осознать, понять, как же гармонизировать духовные и материальные ценности. Как же сделать так, чтобы и деньги были, чтобы ты мог жить нормально, и дышать свежим воздухом, и купить себе что-то, потому что есть тело, которое этого требует. И в то же время душа требует свободы. А свобода – это целостность, это состояние, когда ты делаешь то, что ты хочешь, и думаешь, о чем ты хочешь. А что же еще такое свобода? Когда ты занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и деньги платят. Когда ты полезен, когда ты востребован. Когда ты что-то делаешь, и все тебе радуются. А тут вдруг мне пишут там, да говорите короче, дайте нам конкретные приемы. Ну вот я поэтому и подумал. Вот раньше было такое, знаете, книги люди читали, задумывались. Вот, например, Толстому бы сказали сейчас или Чехову. Да короче там, друг, давай-ка с нам конкретно. Толстой наш великий, который сказал смысл жизни человека – это продолжение жизни на земле. Чехов, который создал такие произведения великие, которые мы все, как наизусть почти знали в школе, чеховские произведения. А его брат Чехова или родственник, ну, по-моему, брат, вы там посмотрите в Википедии, школы Чехова, актерского мастерства, как раз-таки открытие внутренней свободы во время какой-то роли. Да, это очень интересные вещи, друзья. Я вам хочу сказать следующее. У человека есть всё. У него есть внутренняя аптека, у него есть руки-ноги, не только для того, чтобы есть, но и обнимать, любить, продолжать род людской. У человека есть всё. У него есть мозг. А в мозге есть две половины. И вот эти две половины, в какой-то момент, они у него смыкаются и размыкаются. И вот когда они размыкаются, происходит невероятное событие, когда эмоции перестают сопровождать мысли. Происходит разъединение мыслей и эмоций, и вопрос, над которым вы думаете, который вас волнует, чем вы озабочены, Вы попадаете в это состояние довольно часто. Это состояние между сном и бодрствованием. Вы дрейфуете в этом состоянии. Вот когда вы засыпаете, например, там получается это ощущение. В какой-то момент вы думаете, эмоции уходят, напряжение уходит, страхи уходят, шаблоны уходят. Вот вы погружаетесь в это безвремение, в это безмятежность, в эту бесконечность и прикасаетесь с вечностью. И оттуда вы черпаете какие-то знания. И эти знания потом переходят в сознание. И утром вы приходите, садитесь за стол и хотите вспомнить. Такие прекрасные мысли у вас были, потому что там в каком-то единстве всё соединилось разум. И всё как-то там понимали. А потом проснулись, как ветром смыло, ветром сдуло. И вы не знаете, как быть. И я из роликового ролика говорю о нейтральном состоянии, свободном состоянии сознания. Что можно использовать сон и пробуждение для того, чтобы открывать себе Творца. Для того, чтобы погружаясь в сон с каким-то вопросом, о котором вы настойчиво стучите, стучите, стучитесь и откроете. И стучитесь и вы думаете, продолжаете думать, продолжаете воображать, продолжаете изобретать, искать ответ на этот вопрос. Погружаясь в сон, и вы выходя из сна, и погружаясь в сон, и выходя из сна, и погружаясь в сон, и в этом дрейфе между сном и бодрствованием. Да, это состояние, удивительное состояние. А там две половины мозга размыкаются, смекаются, размыкаются, смекаются и обрабатывают ваш вопрос. Обрабатывают ваш вопрос с разных точек зрения. И получается, что вы за очень короткое время можете найти ответ. Можете найти ответ на этот вопрос, если вы знаете, как правильно это делать. Вот у нас будет бесплатный ликбейс скоро, мы объявим, а потом вебинар «Как использовать сон» для того, чтобы творить, для того, чтобы находить ответы на волнующие вопросы, для того, чтобы реализовать свои творческие способности, чтобы вы стали необходимы, чтобы вы стали неповторимы, и поэтому необходимы, и поэтому вам все будут хлопать. И то, что вы будете производить в любимом своем деле, люди будут в этом нуждаться и просить вас, чтобы вы поделились. И отсюда у вас и деньги пойдут. Вот вы представляете, как все в мире взаимосвязано. А я вам хочу сказать, те, которые не могут долго слушать, а сразу хотят конкретности. Вот есть у нас ТикТок, например, там в интернете крутится, и там миллионы людей заходят в этот ТикТок. Чего только там нет, это такое просто удивительное болото, условно говоря. Так вот, раньше говорили, например, «Идите вы лесом», или «Идите вы к черту», или говорили, допустим, «Идите в баню». Да я бы так мог сказать, я не знаю, как только чуть бы не стало эта фраза опять пословицей, как многие мои афоризмы. Например, «Бог помогает тому, кто старается сам», или еще какие-то другие, что жизнь и есть это творчество, само творчество, если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Там много у меня там, которые расходятся по миру, через мои книги, выступления и так далее. Так у меня есть еще одна такая фраза, которую могу сказать. Кто нетерпелив и не хочет вникнуть, и кто мне сразу пишет, да что за вода, что вы там разводите, что вы не можете конкретно сказать, заставляете нас тратить время. Я бы сказал, «Идите вы в ТикТок». Там же возможно вот это все. А можно ли в ТикТоке, чтобы я вам рассказывал такие глубинные вещи, как устроен мозг, как устроено человечество, что вся эволюция идет к тому, чтобы найти баланс методом проб и ошибок. Но дело в том, что время развития человечества, которое стремится к эволюции человека, перейти от человека исполнительного, ведомого в человека творца, в человека осознанного, человека сознательного, у которого сознание, а теперь развивается и самосознание. Вот это и есть осознанность, вот самосознание, это что такое? Откуда оно начинается? Вот человек в процессе эволюции создал себе конкурентное начало, и этот самый искусственный интеллект, который заменит его и освободит его от многих его рабочих мест. И куда человеку деваться? И вот здесь человек начинает задумываться, а чем же он отличается от искусственного интеллекта, от робота? И он начинает понимать, что роботы не создают открытий, роботы не создают шедевров. Роботы могут только быстро вычислять, быстро-быстро, миллионы операций в секунду, мозг тоже так может делать. Но база данных у человека в мозге гораздо больше. Больше? Там вся эволюция человеческого развития в каждом из нас, в нашей генетике. Вся эволюция. И когда человек находится в творческом состоянии, в этом состоянии, к решаемой его задаче подключается опыт всех поколений, подключается опыт его бабушек и дедушек. И через это взаимодействие с прошлым происходит прорыв в будущее. И он начинает оттуда как-то предвидеть, черпать источник новых каких-то знаний. Чело направленное в век. Так вот вопрос заключается в том, что если вы дрейфуете между сном и бодрствованием с каким-то вопросом, этот вопрос может быть хозяйственный, этот вопрос может быть творческий, этот вопрос может быть оздоровительного характера, по здоровью, этот вопрос может быть личных отношений. Вы мучаетесь, как же вам решить этот вопрос, и когда вы погружаетесь в сон и выходите в божествование, и вот так дрейфуете, если вы переживаете, переживаете этим вопросом, вы фильтруете, то есть проводите его через многократную волну фильтров и очищаете от мусора. И в какой-то момент у вас появляется решение, да вот же как надо поступить. И вы понимаете, как это сделать. Да, это очень интересно, очень интересно, то же самое происходит, например, если вы возьмёте, не засыпая и просыпаясь, а просто расслабляясь, а до этого вы нервничали по поводу какого-то вопроса, да, Карлсон, видите, минутка развлечения. Я отвлёкся, отвлёк вас, потому что мне ещё спрашивали, сейчас скажу, что надо делать, а ещё спрашивали меня, что-то вы столько рисуете образы лиц, особенно девушек. Да нет, вот у меня ещё и волны, и море, и кораблики, и яхты, да, много чего у меня есть. Но вопрос заключается в следующем. Если вы вспомните, пожалуйста, как вы вспоминаете забытую фамилию. Вот вы раза три-четыре напрягаетесь, 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 не получается. А потом, как бы, перестали об этом думать, отвлеклись, и она всплыла. Фамилия, правда же? На этой же основе, это аналогия, так же решаются и вопросы любого характера. То есть вы озабочены вопросом, вы его продумываете, продумываете, расслабляетесь, расслабляетесь, на волне автоколебаний можете расслабляться, переживая по поводу вопросов. Волну вы знаете, я уже в прошлых роликах говорил. А если вы до этого сделаете одну-две минуты ключевое дыхание, а потом делаете волну, задавая себе этим вопросом, который вас мучает, раздирает, который не даёт вам успокоиться на фоне автоколебаний, соединяя это переживание, то в какой-то момент вы выходите на состояние вот этой безмятежности. Стресс падает, вы выходите на состояние безвремени, безмятежности, это контакт с вечностью. И вы там, друг, при этом в соприкосновении, вопросы из конкретных обстоятельств, в ритме мышления о вечном, а это всё равно как стихи, это как гимн, это поэзия, вы приходите к ответам, потому что вы там как от шелухи освобождаетесь от эмоционального сопровождения мыслительных процессов, две половины расходятся-сходятся, сходятся-сходятся, расходятся-сходятся, и вы приходите к какому-то решению. Но самое главное в этом состоянии безмятежности – абсолютная уверенность. Запомните её, пожалуйста. Если вы решаете какой-то вопрос и не решили его, вот это чувство абсолютной защищённости, абсолютной уверенности, абсолютного, где нет страха, где нет шаблонов, там вы. Там вы – это нулевое состояние между сном и бодрствованием, там вы, там такая – это бесконечность. В вас конкретно – вечность. И вот это соприкосновение с вечностью, решая какой-то вопрос, вы получаете из этой вечности, из этих баз данных, миллиардов клеток мозга, в нейросетях мозга, там столько бит информации, там происходит их синергетика, и вы получаете ответ. Или вы думаете, как нарисовать лучше картину, или как заново подружиться с соседом, или как помириться с ребёнком, или как найти слова, с помощью которых поговорить со своими детьми или с любимыми. Потому что самое сложное – это семейные отношения. Самое сложное в мире – это личные отношения. Нет ещё сложнее этого. Вы думаете, звёзды над нами самые сложные? Нет. Как говорил Ричал, бах! Это не звёзды вечные, это мы вечные. Мы – самое сложное, а самое сложное – наши отношения с самим собой и с людьми. Поэтому, когда вы находитесь с дрейфом между сном и молитванием, пожалуйста, запомните это состояние безмятежности. Там такая уверенность абсолютная, там нет сомнений. И когда вы решаете какой-то вопрос, запомните это. Потом в жизни, в любой точке времени и пространства, если у вас будет какой-то вопрос, и вам надо срочно его решить, и вы не знаете, как вспомнить это состояние безвремени, безконечности, вечности. Погрузитесь немножко в него. Сделайте для этого взгляд рассеянный. Пустите мысли на самотёк. И в этот момент вопрос лучше решается. И вы найдёте решение. Потому что даже если вы не знаете, какое будет решение, но если вы будете абсолютно уверены, что вы его найдёте, вы разблокируете мозг. И генератор мозга начинает выдавать поисковое решение. Да, это вообще очень интересно. А то, что мы делаем подбор путём перебора разных приёмов по ключу, тренирует эту способность, сам подбор. Если у вас руки не расходятся, например, идиомоторно, а только сходятся, повторяйте то, что получается, отбрасывайте то, что не выходит. У вас снижается напряжение, и потом начинает получаться и то, что не получалось. Да, и фамилия, которую вы забыли, вспомните. Я шутник, друзья. Поэтому у меня Калсон здесь на груди, который вообще-то летает на крыше. Да, мы обо всём можем поговорить. Мы можем наши собственные способности, собственный гормональный баланс использовать для того, чтобы быть счастливыми. А кому нужен человек несчастный? Да. Надо быть счастливым и здоровым. Зачем взаимосвязано? В здоровом теле, говорят, здоровый дух? Нет. В здоровом духе и здоровое тело. А что такое здоровый дух? Это когда что-то случается, не то, что вы ждали. Когда вы расстраиваетесь, вы вспомните. Вы решите этот вопрос. И когда вы это вспомните, вам сразу станет легче. Потому что на самом деле всё время плохо не бывает. Мы победим, друзья. Потому что знание – это сила. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok